А мы продолжаем наш разговор. Не могу не задать вам вопрос, не воспользоваться случаем, так сказать. Каким способом лучше подтянуть свой английский, если, например, у тебя есть неплохая база языковая достаточно, но по каким-то обстоятельствам, может быть даже в силу лени, конечно, но есть результат, ты забыл язык практически, как тебе кажется. Вот как лучше в таком случае его подтягивать, этот уровень? Я считаю, что самый лучший способ выучить английский язык, это использовать его на практике. Конечно, зачастую это нелегко сделать, если нет носителей языка ни в школах, ни в университетах, но всегда можно послушать музыку на английском языке, посмотреть фильм, либо передачу, то есть использовать медиа. Но можно также применить и онлайн-курсы английского языка, посетить какие-нибудь курсы, либо вебинары. В частности, наша компания также предлагает портал по изучению английского языка, который называется English Town. Либо вы можете воспользоваться другими способами, например, найти в своих городах граждан, которые владеют английским языком, познакомиться с ними, начать разговаривать с ними по-английски и применять свои навыки. Мин, а правда ли, что совсем забыть язык, если ты достаточно серьезно его изучал, невозможно? Если вы долго не используете английский, то да, вы его частично забудете, но это все зависит от вас. То есть это находится внутри вас, эти знания. Ты не потеряешь его, но ты сможешь забыть. Например, вначале будет немного трудно. То есть некоторые моменты вы будете забывать, но с развитием практики, с использованием языка, постепенно забытые знания будут к вам возвращаться, так скажем, из головы. Стоит продолжать заниматься, развивать английский язык, так как полученные ранее знания, они присутствуют в вас. Они у вас есть, просто стоит все вспомнить и освежить. Мин, а какой вид исследования вы используете? Расскажите, пожалуйста. В рамках исследования мы используем наше тестирование, которое называется EF-SET. Это бесплатный тест по английскому языку, который проходит онлайн. И это стандартизированный тест по английскому языку. Его можно пройти с любого носителя, будь то ноутбук, планшет, телефон, либо стационарный компьютер. И что самое интересное, результаты данного тестирования коррелируют с результатами TOEFL и IELTS, международными экзаменами по английскому языку, которые являются стандартизированными. То есть на данный момент, если эти экзамены платные, то вы можете пройти наш тест EF-SET и получить примерную оценку того, сколько вы баллов получите на платных экзаменах TOEFL и IELTS. Это очень полезно для тех, кто хочет оценить свои навыки английского языка в рамках международных стандартов. Если вы хотите это сделать, то можете зайти на наш сайт www.ofset.org и провести свое исследование. Не обязательно владеть высокими навыками английского языка для прохождения теста, так как он определяет уровень от начального до продвинутого. Мин, а с какого возраста лучше всего изучать английский язык? Как вы считаете? Многие, конечно, говорят, что чем раньше, тем лучше, но тем не менее хочется услышать ваше мнение как специалиста. На самом деле я считаю, чем раньше, тем лучше. Чем раньше у тебя появится возможность изучать английский язык, тем лучше для тебя. Многие говорят о том, что есть критические периоды, но я все-таки склоняюсь к тому, что тогда, когда у вас появятся такие возможности, вам и необходимо изучать язык. Никогда не поздно начать изучать английский язык. Например, вы можете это сделать и после 20, и после 30. Некоторые начинают изучать английский язык и в 60 лет. Тогда вы сможете использовать его для путешествий, либо для просмотра любимых фильмов, передач по телевизору. Моя позиция такая. Изучай английский язык всегда и везде, независимо от возраста. Мин, вы уже немного рассказали, как давно изучаете язык, занимаетесь исследованием. Но тем не менее, мне бы все-таки хотелось, чтобы вы подробнее рассказали о себе. У вас очень интересная, необычная профессия. Почему вы выбрали именно ее? С детства ли тяготели к изучению языков, к исследованию в этой сфере? Расскажите. Моя семья из Вьетнама. Я и родился там, а потом мы переехали в Китай. И когда мне было 10 лет, моя семья переехала жить в Лос-Анджелес. Так вот, в этом возрасте я не говорил по-английски вообще, ничего не понимал. Пошел в школу, где все было на английском, от учебников до объявлений. Преподаватели и ученики общались на нем между собой, а я ничего не понимал. Но постепенно я выучил английский язык. Сегодня в силу профессии мне приходится много путешествовать. Я уже был более чем в 30 странах мира, и хочу сказать, что вопрос о важности английского языка уже не встает постоянно на встречах, потому что это уже очевидно. То есть единственным языком общения между мной и жителями других стран является английский язык. И мне также нравится преподавать его. Это моя страсть. Мне нравится открывать детям новые горизонты, открывать для них мир изучения английского языка. Помимо ваших родных языков и английского, который уже тоже, конечно же, стал вам родным языком, говорите ли еще на каких-то, или, может быть, хотели бы научиться говорить еще на каком-то языке? Я знаю еще и испанский язык, говорю на нем, ведь в Лос-Анджелесе много выходцев из Испании, поэтому в школе мы изучали его как иностранный, как дополнительный язык. И я хочу еще учить языки и стремлюсь к этому. Например, в последнее время я часто бываю в России и задумываюсь о том, не начать ли мне изучать русский язык. Это очень весело, когда ты изучаешь иностранные языки. Я правильно поняла вашу позицию? Если ты находишься в какой-то стране, и там преобладают несколько языков, то ты обязан выучить эти несколько языков, а не какой-то один. Правильно? Конечно же да, потому что, когда ты находишься в этой стране, то тебе приятнее общаться с разными людьми на их родном языке. Когда ты общаешься на языке той страны, в которую ты приехал, ты лучше понимаешь ее культуру, ее быт и само понимание человека из этой страны становится больше. А если ты не знаешь этих языков, то между вами получается своего рода барьер. Язык-то ты понимаешь, а вот природу человека, к сожалению, уже трудно понять. Мин, к сожалению, у нас остается немного времени, нам пора заканчивать, но я не могу не спросить вас о ваших ближайших планах. И, конечно же, нам бы очень хотелось увидеть вас еще раз в нашем городе. Планируете ли приехать? После Владивостока я поеду в Лондон, где у нас также находится большой офис. У меня там будет несколько встреч с директорами и с нашими сотрудниками. А затем на Пасху я поеду в Португалию, где также у нас будут встречи, и я немного отдохну. И, конечно же, Владивосток останется в моей памяти как самый чудесный город. Мы здесь успели посетить различные рестораны, отведать вашу кухню. И, конечно, я очень горжусь тем, что я приехал сюда. Мне очень нравится ваш город. Я его полюбил. Я люблю Владивосток. So you like Vladivostok? I love Vladivostok. Are you at first time at Vladivostok? This is my first time. My very first time. Yeah. But not the latest. Not the last. Not the last. Not the last. Мин, мы тоже очень рады вас видеть. Еще раз повторюсь, хотели бы, чтобы вы приехали. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости, нашли время. Я думаю, что мы еще увидимся у нас в студии. И удачи вам. Спасибо большое. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.